Грабли, перчатки, мусорные мешки, а после угощения подарки и фото на память. Так в Сочи уже в седьмой раз отпраздновали День Черного моря. Позаботиться об экологии побережья и получить заряд положительных эмоций собрались юные экологи из всех районов курорта и их наставники. Педагог дополнительного образования Анастасия Степаненко привезла на экологический субботник своих воспитанников из Лазаревского. Нам нравится и погода, и мы хотим поучаствовать в такой большой экологической акции. То есть принять это участие, побыть на природе, очистить наши берега. Чаще всего волонтерам попадались пластиковые бутылки и целлофановые пакеты. Но все же, по мнению юных экологов, мусора меньше, чем раньше. Да и экология курорта в целом стала заметно лучше. Во время подготовки к Олимпиаде на курорте построили новые очистные сооружения и проложили канализационные сети. Были закрыты и рекультивированы свалки. Сейчас в городе действует программа по утилизации мусора «Ноль отходов». Я всем вам желаю успехов, успехов в вашем труде. Ну и от имени руководства города Сочи и от жителей города Сочи большое вам спасибо. За сегодняшний день и надеемся, что подобные акции, подобное отношение к окружающей среде только будет нас сплачивать и еще больше толкать на подобные поступки. Экологическое воспитание – одно из важных направлений работы сочинских школ. Молодое поколение приучают заботиться об окружающей среде. Юные сочинцы – постоянные участники экологических акций и программ. Совместно с программой развития ООН мы уже много лет реализуем такие методические программы, как «Шкатулка Черного моря», «Байкальский сундучок». Сегментами практически во все предметы вписаны вот эти экологические моменты. Всего за несколько часов экологический десант собрал полтонны мусора. Полный грузовик бытовых отходов отправили на переработку. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».